В Актюбинской области оштрафовали больше двух с половиной тысяч родителей за то, что их несовершеннолетние дети находились одни ночью на улице и в увеселительных заведениях. С начала текущего года в рамках профилактики подростковой преступности в регионе проведено свыше 15 широкомасштабных акций и оперативно-профилактических мероприятий. За различные правонарушения в органы внутренних дел доставлено более трех с половиной тысяч несовершеннолетних. Пресечено 113 фактов реализации алкогольной продукции лицам возрасте до 21 года и 48 фактов продажи табачных изделий несовершеннолетним. На учет в органы внутренних дел поставлено 528 несовершеннолетних и три сотни неблагополучных семей. В течение суток оперативники Тимиртау раскрыли серию краж аккумуляторов слегковых автомашин. За один день поступило сразу три заявления от автовладельцев. Полицейские стали проверять всех любителей аккумуляторов, ранее уже попадавших в их поле зрения. По горячим следам был задержан 23-летний житель города, который дал признательные показания. Подозреваемый пояснил, что выбирал машины без сигнализации, которые стояли на неохраняемых участках. Автомобиль он вскрывал, подбирая ключи. За кражу чужого имущества злоумышленнику грозит срок до пяти лет колонии. В Кокшетау задержаны трое подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей. На сегодняшний день доказана их причастность к 15 преступлениям. Добычей злоумышленников становились в основном аккумуляторные батареи, которые молодые парни легко могли сбыть в пунктах приема металла в Кокшетау и Щучинске, как было установлено оперативниками. Они в течение двух месяцев промышляли на территории областного центра автомобильными кражами. Используя подручные средства, задержанные вскрывали транспортные средства и похищали запчасти, а также личные вещи владельцев. Началось досудебное расследование. Напомним, в областном центре с начала года зафиксировано порядка 1600 краж, из них 54 автомобильных. Жители города Кокштал, двое из них ранее судимы. Один из них ранее судимый за угон автомашины в возрасте от 20-25 лет. На сегодняшний день отдают признательные показания в совершении 25 фактов краж аккумуляторов с автомашин. Из них на сегодняшний день 15 фактов уже доказаны, изъяты вещественные доказательства. Контрафактный товар на 300 тысяч тенге уничтожили в Костанайской области. С начала года сотрудниками областного департамента юстиции проведено 12 проверок по фактам незаконного использования чужого товарного знака. В семи случаях выявлены нарушения. Поддельные товары народного потребления продавались под известными брендами. Из гражданского оборота изъято порядка 270 единиц контрафактной продукции. В виде штрафных санкций в доход государства поступило 500 тысяч тенге. В очередном рейде, который был организован по заявлению потребителей, нашли поддельные кроссовки, футбольные принадлежности, мячи и кубки, а также средства для мытья посуды. Более 170 единиц наименований продукции на полигоне твердых бытовых отходов ушло под гусеничный трактор. Продавцов наказали штрафами. В соответствии с статьей 158 в колосе Республики Казахстан в средних правонарушениях предусмотрен штраф с обязательной конфискацией. Штрафы там градации идут от 20 до 50 месяцев еще как показатель в зависимости от субъекта. Субтитры подогнал «Симон»